Вопрос экологической журналистики и доступа к информации об окружающей среде рассматривался общественным экологическим центром в городе Бендеры. Необходимость семинара продиктована временем. Не всегда журналисты достаточно адекватно отражают экологическую информацию, потому что есть своя специфика в её подаче, в её представлении в средствах массовой информации, как в электронных, так и в печатных. Поэтому основная цель сегодняшнего мероприятия – это, во-первых, познакомить журналистов с понятием «экологическая журналистика», в большей степени возможно, как «жанровая журналистика», поговорить немножко о том, что собой представляет экологическая информация, в чем заключается её специфика, какие есть источники экологической информации, как с ней правильно работать и как её представлять в публикациях, потому что специфичность этой информации предполагает и некую специфику в реализации, как в экологической журналистике. После распада СССР доступ к экологической информации усложнился. Информация гидрометслужбы, как и многие другие, стала платной. С одной стороны, это, конечно, плохо, с другой стороны, это вынуждают, чтобы гидрометслужба существовала, вынуждают, чтобы информация была очень во многом платной. Бесплатно информацию получают только у нас структуры власти, государственные учреждения, то есть то, что связано с государством. Коммерческим организациям информация предоставляется платной. Есть и существуют расценки, которые утверждены САЗом. Эксперты рассказывали о роли средств массовой информации в продвижении знаний о состоянии окружающей среды. У нас очень много сильных общественных организаций экологических, которые очень рады будут сотрудничать с журналистами. А журналисты будут получать очень правдивую информацию, то есть информация, поскольку журналисты и общественные организации, по взглядам, очень близки. Я имею в виду журналистов, конечно, в том смысле, что это журналисты некорруппированные, журналисты не связанные с властью и бизнесом, и работающие под, так сказать, по боку кого-то независимые и отвечающие за свое слово в прессе. После обсуждения началась работа в группах, где подготавливались и рассматривались материалы по определенным темам.